которое по счету доказательство бытия Божьего. Не устаю поражаться. Вот сейчас, когда на улице жара и духота невыносимая, и человеку необходимо для продолжения жизнедеятельности съесть ледяного свекольничку, Господь в неизреченной милости своей посылает нам свеклу молодую, нежненькую, алую и быстро варящуюся. Более того, он создал тонкокожие луховицкие огурчики и свежую редиску в пучках, ибо все желания наши открыты ему, и он знает, что нужно класть в свекольничек. Когда же придет зима и метель, и у нас застучат от холода зубы и затопают замерзающие ноги, Господь уж знает, и посылает свеклу старую, тяжелую, темно-красную, венозного цвета, для того, чтобы борщ был огненным, аж задохнись. Господь придумал, что водка должна быть сорокоградусной, и открыл это Дмитрию Ивановичу Менделееву. Господь позаботился, чтобы были сало и чеснок, дабы веселились наши души и тела. Господь предусмотрел и крепко засоленный огурчик. Впрочем, Господу угодно и пятидесятиградусная водка, но на летний период Господь все же советует обратиться к холодному белому вину. «Слава тебе, Царю Небесный! Забываем поблагодарить-то, а ведь ты создал этот прекрасный мир для нас, легкомысленных дураков, и показываешь нам чудеса без перерыва. За все спасибо, но за свекольничек трижды и особо». Слава тебе, Царю Небесный!